Какие меры безопасности на Олимпийских играх в Сочи? В Сочи много структур. Это МВД, ФСБ, МЧС и другие силы, которые приданы на сегодняшний момент. Создан штаб, которым руководит один из заместителей Федеральной службы безопасности. Этот штаб действует с той минуты, когда было объявлено, что Сочи является хозяином Олимпиады 2014 года. Поэтому, если говорить откровенно, я думаю, что уже все давно функционирует, проводятся тренировки. И на сегодняшний момент, по крайней мере, на мой взгляд, где-то на процентов 80-85 мы готовы к тому, чтобы принимать уже делегации для того, чтобы обеспечить безопасность и делегацией, и людей, которые придут посмотреть на Олимпиаду. Кто или что может помешать проведению Олимпийских игр? Если говорить откровенно, мы имеем тот регион, который находится под боком у Сочи. Никто этого не скрывает. Это северо-кавказский регион, в котором и до сих пор проходят серьезные антитеррористические мероприятия. Там, на этой территории, действуют как террористические банды, так и откровенные бандиты. И поэтому враги, как внутри нашей страны, так и внешние враги, также готовятся, чтобы обращать эту Олимпиаду, как мы готовимся к тому, чтобы этого не допустить. Поэтому у нас разные интересы. И думаю, что на сегодняшний момент те силы, которые задействованы со стороны спецслужб, они готовы к тому, чтобы не допустить какие-то ситуации на Олимпиаде. Серьезная оперативно-агентурная работа, которая ведется на Северо-кавказе для того, чтобы в преддверии Олимпиады нащупать те каналы, по которым работают наши враги и пытаются самостоятельно или при помощи каких-то наемников провести террористические акты на территории города Сочи или на тех объектах спортивных, которые будут проходить соревнования. И второе, самое главное, сделаны зоны ответственности, зона допуска, которая будет осуществляться сотрудниками спецслужб, для того, чтобы, если преступник прошел первую зону, он не мог пройти вторую и так далее, третью. И самое главное, на сегодняшний момент, я думаю, что вот те моменты по обеспечению безопасности, они в основном, конечно, нами будут использовать для того, чтобы именно закрыть территорию Северо-кавказа от проникновения вот этих бандформирований и тех шахидов, смертниц, как хотите называйте, которые будут пытаться даже в одиночку, без всякой организации, что-то допустить при проведении Олимпиады. А может ли ситуация в Сирии как-то сказаться на проведении Олимпийских игр в Сочи? До февраля еще далеко, и думаю, что до февраля все-таки ситуация в Сирии разрешится в одну или в другую сторону. То есть или будет Асад управлять страной, или Асад не будет управлять страной. Тогда из этого мы будем исходить, какую сторону нам принимать. Поэтому до тех пор, пока в Сирии ситуация не туда-ди сюда, я думаю, что ни одна спецслужба не даст ответ, чем это закончится. Поэтому мы совершенно спокойно готовимся и к той ситуации, и к другой. Нас это пока не затрагивает.